МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три желания. Кулинарный шедевр, кулинарный шедевр, кулинарный шедевр. Только свежие, натуральные и качественные продукты. Такая качественная и натуральная. Все простое и вкусно. Все простое и вкусно. Вкусно и просто. Просто и вкусно. Просто. Действительно вкусно. Ну мы снимаем, нет? Я готов. Кетчуп три желания. Встречайте в новой упаковке. Привет, дорогие друзья. С вами самое вкусное шоу страны. Магия кухни. Я Толгат Акбергенов. И мы начинаем. А в гостях у меня сегодня мой коллега-ресторатор Константин Назарчук. Кость, приветствую тебя. Приветствую, Толгат. Хочу заметить, дорогие мои друзья, что Константин является владельцем трактира «Медведь» на Сатпаево. Друзья, приходите сюда в гости, там очень вкусно. Да, приходите, мы всем рады. Такое раздолье, роскошь, прям, ой, хорошо там. Константин Назарчук, ресторатор, владелец ресторана «Медведь». Человек с огромным кругозором, любитель путешествий, кулинарии и кулинарных экспериментов. Принимал непосредственное участие в разработке меню ресторана «Медведь». И, знаешь, я сегодня вот рецепт такой придумал. И в вашем ресторане много вот в меню баклажанов используется? Да, безусловно. У нас есть ряд блюд и холодных закусок на основе баклажанов. Одни из них баклажаны по-петербуржски довольно вкусные. Ну, и так мы используем их в каких-то заготовках. Каждый день можно использовать. Я бы каждый день ел эти баклажаны. Ну, и сегодня у нас блюдо итальянское, капоната называется. То есть это такое средиземноморское сицилийское рагу. Рецепт, на самом деле, очень замечательный. И замечательность его в том, что все ингредиенты, они есть у нас на рынках, в магазинах. Это знакомая нам а-ля сицилийская баклажанная икра. Поэтому каждому столу и каждому празднику она будет к месту. Вот я тебе покажу, Костя, сейчас как. Ну, я думаю, ты готовишь, да? Да, да. Ну, забегаешь, хоть ты как бы, ну, вот больше у тебя управленчество же, да? Ну, безусловно, да. Необходимо оптимизировать все процессы, бизнес-процессы, которые происходят в ресторанах. Но при этом ты не шеф-повар, да? У тебя отдельный шеф-повар. Нет, у меня отдельный шеф-повар, но я у него учусь регулярно, когда мы вводим какие-то новые блюда. Да, я также прихожу на кухню, леплю новые пельмени, либо стругаю какие-то ингредиенты. Чтобы самому все это знать. Да, потому что мало управлять рестораном, необходимо понимать, что такое кухня. Ну, потому что... А, это отдельное царство, королевство. Надо знать, что ты продаешь, и уметь. Потому что стыдно быть владельцем ресторана и при этом не знать, из чего приготовленные... А когда ты начинал, ты как-то был знаком уже с кухней, вообще, вот представление? Ну, я готовил только исключительно дома и всего пару блюд на самом деле. Вот смотри, вот баклажаны. Мелко мы их нырчить не будем, в отличие от кабачковой икры, да, от баклажаны. Вот, вот такими кусочками покрупнее прям нарезай. Все, я понял. Вот тебе. Вот еще, они уже пополам разрезаны у нас. Возьму чашку. Предварительно, перед жаркой баклажаны нужно обдать кипяточком. То есть, произойдет некая там трансформация, химические процессы запустятся. И он меньше будет впитывать у тебя масло. Соответственно, уменьшится расход масла. И горечь, насколько я понимаю. И горечь идет тоже, да. Вот, то есть, это все делается как бы не зря. На самом деле, меня вот в баклажанах абсолютно не пугает вот эта горечь. Если свежий, хороший, качественный баклажан, он не имеет никакой горечи на самом деле. А самому часто приходится готовить тебе? Ну, да. Да. То есть, с течением времени я стараюсь готовить чаще, потому что это, на самом деле, довольно увлекательный процесс, в который раньше я не был настолько вовлечен. Ну, да теперь я начинаю получать удовольствие. Потому что очень важно, не важно, чем ты занимаешься, получать удовольствие в твоей работе. Конечно. И тогда ты не будешь, да... Результат получается обалденный, на самом деле, когда ты с любовью, с позитивом, с настроем. Что тебя именно побудило вот... Ну, на самом деле... Именно ресторан. Почему там, например, там не торговля овощами, или же там нефть и бизнес, или еще что-то такое. Почему именно вот общественное питание? Ну, в процессе своей предыдущей работы, понятное дело, что я много был в разных ресторанах, не только в Казахстане, но и по миру в целом. Поэтому мне была, ну, интересна сама атмосфера внутри и готовка. Потому что приготовление еды – это все то, что остается для посетителей ресторана там за кадром. За кадром, бэкстейдж, да, такой. Да, в кухне есть магический повара там в белой униформе с высокими колпаками, которые делают все это волшебство. Ну, и как-то вот это меня манило, и пришел просто момент, когда я решил, что все, надо менять. И поэтому запустил этот проект. А почему именно «Медведь»? Почему там не тайский, а вот именно такой русский ресторан? Ну, на самом деле, когда я принял решение открыть ресторан, у меня был опыт в администрировании бизнеса в целом, да, управления, оптимизации всех процессов, все это понимание есть. Но есть же в каждом бизнесе есть своя специфика. Конечно, да. И кухня, повара, для меня это был на тот момент темный лес. Поэтому, подумав, я решил, что один из самых сильнейших локальных брендов – это «Трактир Медведь». Баклажаны у нас готовы, обдал их кипятком. И сейчас я буду… Мне понадобятся две сковороды. Нам понадобятся для того, чтобы карамелизовать лук, и для того, чтобы обжаривать наши баклажаны. Отправляю лук на сухую сковороду. Масло и остальные ингредиенты мы будем добавлять уже позже. Да, мешалочки. А ты здесь, может, прям ближе подходи, не стесняйся. Небольшое количество масла «Шедевр». Это отличное масло. Замечательное масло под торговой маркой «Шедевр», которое я использую как у себя дома, так же и на своем производстве в ежедневной работе. Кухня у вас, кстати, вот… Я использую дома и у себя на производстве. У вас на кухне на такие большие уже пятилетовые баклажки. Вот. И для вкуса все-таки это Италия. Я добавлю сюда оливковое масло. Оливковое масло у нас «Экстра Виржин» первого отжима. Мне просто вот иногда жалко, знаешь, жарить все на оливковом масле. Почему? Потому что я люблю оливковое масло добавлять вот в таком сыром виде. Салаты. Салаты, когда уже… или уже на готовое блюдо полить. Сейчас дождемся вот этого шипения, как начнет спатываться. Такого, знаешь, бланширования. Рожарим до какого-то состояния цвета? Да, 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 нам цвет нужен. Добавляю сюда небольшое количество сахара к нашему луку. Достаточно. И тоже буду слегка промешивать. Кой, смотри, как карамелизуется наш лук. И здесь не нужно масла. Вот в этом вся фишка вот этого блюда. Лук и сахар, он, знаешь, вот такой вот… Ну, очень красивый процесс. Да, оттенок, да, красивый. И самое главное, не пережарить, чтобы не сгорело у нас все это. Это вот у нас будет как бы основа. Здесь в данном случае, как вот… Как любой казах, который не видит в своей жизни без мяса, в данном случае здесь у нас баклажаны выступают в роли мяса, а здесь как бы такой поджарок у нас будет выступать. Все, можно добавлять остальные баклажаны, перемешивать слегка их. И по состоянию, смотри, там можешь масло уже добавлять к тебе. А вот этим вот хитростям ты уже научился? Научили тебе повара вот подмешивать там? Вот это игра с ковороткой. Да, игра с ковороткой. Пробовал уже? Ну, так очень не так часто. Я сейчас участвую во всех вот новые блюдах, которые ввожу. Ну, какое твое вот сейчас коронное блюдо, которое ты непосредственно предложил шефу? Ну, я расширил пельменную карту народности. Добавил несколько народностей, которые проживают на просторах Советского Союза, в частности, там, Российской Федерации. Это вот калмыкское традиционное блюдо, называется бёрики. Это резаная баранина с луком. Ну, заворачивается в тесто. Пельмень делается такой косичкой, так же отваривается. Очень вкусно. Те же самые пельмени на самом-то деле. Да, но всё равно за счёт резаной баранины уже другой вкус. И также очень весёлое название уральских пельменей – посекунчики. Секунчики? Да. А почему только название? Посекунчики для того, чтобы, когда ты откусываешь пельмень, извини за выражение, он должен сикнуть своим соком. Ох, ничего себе, но это литературное название, везде, в книгах даже я это слышал. Ты должен почувствовать вот этот, когда во рту вот этот сок наполняет вкусом, и приходит вот это наслаждение от еды. Я думаю, что… Ты любишь пельмени, да? Да, может присаливать уже. Я вообще люблю жить. И вкусное в том числе, да. Потому что еда – это неотъемлемая часть жизни. Что вкусное, это всё вкусное очень просто и легко. Самое главное душу вложить. Холодец, хрен, горчичка классная. Кстати, у компании «Вразинфуд Корпорейшн» есть горчица, зернистая, потом заправка, которая вот кроме неё я ничего не ем, правда. Я вот когда её кушаю, знаешь, вот горчичку замешаю с хреном обязательно и на холодец, например, да, отправлю это в рот. У меня же в затылке отдаёт иногда. Так у меня уже в затылке отдало, да. Это кайф. На самом деле, поэтому горчица только от компании «ЕФК», друзья, используйте. В принципе, баклажаны уже у нас готовы. Мы можем добавлять сюда, знаешь, по рецепту можно добавить томатную пасту, можно. Но когда есть компания «Вразинфуд Корпорейшн», и вот у них замечательная линейка соусов, в данном случае соус «Лечо». Мне очень нравится, тут идут уже такие, знаешь, фракции, именно прям кусочки перцев, помидоров обязательно. И вот видишь, как он кусками идёт. И цвет какой хороший, насыщенный. Да, цвет обалденный получается. И вот я вот так вот пачку прям, знаешь, мне жалко просто, вот я вот так вот прям прокручиваю хорошенько-хорошенько. Вот такой лайфхак для того, чтобы у вас весь соус попал именно туда, куда нужно, а не в мусорный бачок. На самом деле, да, очень удобная упаковка. Вот. Упаковка, да, на раз использовал, и всё. То есть не нужно ничего повторно хранить, отправлять в холодильник. Мало да удал. Да. Смотри, лучок у меня уже карамизовался. Подвину его сюда, поближе к себе уже. И теперь буду добавлять остальные ингредиенты. Остальные ингредиенты – это у нас каперсы и маслины. Нужно будет порезать, помечать, ну, на четыре части нашей маслинки. Каждую? Да, каждую. Я пока присмотрю за баклажанчиками. Соль ты добавил, да, присмотрим? Да, я добавил. Константин, наши капонаты готовы. Теперь я тебе, как вот ресторатору, и как практикующему, да, человеку, не просто хозяин-владелец, да, вот как ты во всех процессах участвуешь, я тебе хочу доверить, знаешь, вот эту вот мишку. Ответственный момент. Оформление блюда, выкладки для гостей. Я в это время порежу базилик. Базилик сюда очень-очень подходит. Базилик вообще, он сочетается очень отлично со всеми овощами. Единственное, я хочу вот эти вот, делать вот такие полосочки, знаешь, лапшу из базилика. Так, наверное, ты это видел. У вас, наверное, так делают. Вот так берешь, скручиваешь. И тонко это нарезаешь. Ну, красота у нас с тобой получилась. Да, классно. Вот такая у меня зеленая лапша получилась. Все выкладывать не буду, чтобы не было много на тарелку. Да, 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 вот так. Как-то вот так вот. Костя, вот такое замечательное блюдо у нас получилось, сицилийское, капоната. Но я думаю, ты добавишь какие-то нотки со своими поварами, и получится замечательное русское блюдо. Допустим, я бы сюда добавил, ну, например, горчицы и хрена. При приготовлении винный уксус, допустим, при обжарке, да, вот горчицу, хрен, я бы поменял бы на... То есть винный уксус поменял бы на горчицу и хрен, например. Каперсы можно тоже чем-то... Вот твои вариации какие? Трансформация этого блюда для трактира медведя. Здесь, ну, множество может быть вариаций. Это и зеленый лук, это даже может быть и соленый огурец. Почему нет? Точно соленый огурец. Эксперимент – это всегда здорово и интересно. Ну, безусловно, я даже у себя его попробую в этом исполнении, да, потому что я несколько раз готовил баклажанную икру, но теперь я постараюсь приготовить ее на сетилийский манер точно так, как мы делали сегодня. Капаната. Баклажаны нарезать крупным кубиком. Репчатый лук мелко нашинковать. Баклажаны залить кипятком на 2-3 минуты, воду слить. Разогреть две сковороды. На одну выложить лук без добавления масла. Обжарить в течение 2-3 минут. На вторую сковороду налить растительное масло, добавить немного оливкового масла, выложить баклажаны, обжарить. Коварду с луком, всыпать сахар, карамелизовать лук, периодически помешивая. К баклажанам добавить соус леча, перемешать, продолжать обжаривать. Маслины нарезать на 4 части, добавить их вместе с каперсами к луку. Перемешать, обжарить в течение 2-3 минут. Добавить лук с каперсами и маслинами к баклажанам, все перемешать. Капаната готова. Приятного аппетита! Вот ты говорил в начале передачи нашей, что тебя побудило. Я же спрашивал тебя. То, что ты очень много ездил по миру, был в заведениях. То, что ты смотрел, вкушал, все это как гость. И я думаю, ты не проиграл, абсолютно не проиграл. То, что ты зашел внутрь, как говорится, за кулисы, в храм этого творчества, на кухню. Я думаю, ты только выиграл, судя по твоим разговорам, по твоей любви к продуктам, вот как ты. Я думаю, все у тебя будет продолжаться хорошо. Удачи, успехов тебе. Талгат, огромное спасибо за твое приглашение к себе на передачу. Я всегда смотрю канал «Магия кухни». У вас много интересных сюжетов. И я очень рад стать скромным участником сегодняшнего выпуска. Приходи почаще к нам и приводи с собой все дружную твою команду. Мы обязательно придумаем какой-нибудь концепт и приготовим очень вкусный брудер. Здорово. Исконная русская кухня из трактира «Медведь». Да, и сделаем это с любовью. Самое главное. Друзья, с вами был я, Талгат Абергенов. И Константин Назарчук. Загуляйте как-нибудь обязательно в трактир «Медведь» на Сатпаево. Готовьте с любовью на позитиве. Пока. Пока. Готовьте с «Магией кухни», готовьте с удовольствием и любовью. Редактор субтитров А.Семкин